СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Священник Василий Песцов, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища, один из наших гостей, и Мунислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова, наши старые, дорогие, уважаемые друзья. Да молодые все. Ну, я имею в виду, что... Старые друзья. Старые друзья, понимаете? Молодые, но старые друзья. И это важнее. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Аллийку, Масаря, Варахмату, Варахмату. Вот уже вторую программу мы будем говорить об очень серьезных вещах, очень непростых. В предыдущей передаче мы поговорили, ну, так вот, в общем, в общем, в очень общих чертах, да, о конце цвета, так называемый, уяснили, что эта штука неминуема, неотвратима. Да. И ни ислам, и ни православие не говорят о том, когда это случится. Прям в священных писаниях таких говорится, что нам не дано людям об этом знать. Так, я прав, да? Ну, и отсюда, собственно, возникает вопрос логичный, закономерный. А как же жить-то людям, зная о том, что конец света неотвратимо наступит? Вот руководствоваться священным писанием, принимать принципы, да, которые нам религия предлагает, быть добрым, быть отзывчивым, быть законопослушным и так далее. Либо с другой стороны, да, такой, позиция дьявола. Конец света все равно наступит. А что тут мне размениваться на какие-то комплименты, на хорошие дела, на добро? Ну, что ж ты, Володя, хитришь-то. Буду-ка я заниматься злом и так далее. Вот это вот нельзя так говорить. Потому что очевидные ставишь альтернативы, понимаешь. Ну, не надо очевидной альтернативы. Ну, понятно, что любой человек, чтобы его услышали, начнет говорить, что вот там... Давай просто зададим вопрос такой. А как это правильное поведение по вере, по иману? Какое оно правильное поведение, которое при наступлении конца света или кьямят кюню? Да? Да. Кто начнет сейчас давно? Да. Как это оказаться среди тех, кто попадет в лучшее место? Можно я реплику вставлю сразу же? Да, отец Вачелей. Вы сейчас сказали о двух крайностях. Я осознаю, что это две крайности, да. Но ведь мы прекрасно понимаем, что абсолютное большинство людей, оно находится ни в одной крайности, ни в крайней праведности, ни в крайнем, скажем так, падении нрава, да, в полном пренебрежении. Скорее всего, большинство из нас находится где-то посередине между этими полюсами. То есть, бывает, добрые дела делаем, бывает, где-то не сдержимся и что-то такое нехорошее. Да, мы все можем вспомнить о своей жизни. Когда мы были добры, праведны, достойно поступили. А когда, за какие моменты нам стыдно, неприятно, какие моменты очень серьёзно омрачают нашу душу, требуют исправления, требуют покаяния. Вот. И человеческая жизнь, она постоянно, каждый день нашей человеческой жизни, есть борьба между этими двумя нашими сторонами, между нашими греховными склонностями и желанием жить правильно. Помните, мы уже говорили об этой цитате как-то на предыдущих передачах. Когда доброго, чего я хочу, я не делаю, а злое, чего я не хочу, я делаю. Бедный я человек. Это восклицал апостол Павел. И вот в православной аскетике, в православном учении есть одно интересное положение, которое помогает человеку сориентировать себя на добрые дела и отвергаться дел злых, дел греховных. Это так называемая память о смерти, память о конце. Вот многие подвижники высказывались на эту тему. Вот, например, цитаты из египетского подвижника Аувы Евагрия. «Постоянно содержи в памяти предстоящие тебе кончину и суд, и сохранишь душу от согрешения». Или, например, слова святителя Василия Великого. «Кто имеет перед глазами смертный день и час, и всегда помышляет об оправдании на непогрешимом суде», речь идёт о Божьем суде, да, «тот или вовсе не согрешит, или согрешит весьма мало, потому что мы грешим по отсутствию в нас страха Божия». И таким образом понимание неотвратимости и нашей кончины, и последующего непредвзятого воздаяния за наши дела, где откроются и добрые дела, и злые дела, для нас является основным мотивом, основным стимулом к тому, чтобы стяжать в себе добродетель, сделать добрые дела и стараться не грешить. То есть первый совет получается такой, что помни. Да. Помни о конце. Как говорили древние римляне, помни о смерти. Да, а что значит помни, а что значит держи в голове? Ну вот разумного человека спроси, ты осознаёшь, что ты когда-нибудь покинешь этот свет? Да, осознаю. А что ж ты тогда делаешь, ну так много нехороших вещей-то? Ну так это когда ещё будет? Дело в том, что вот этот вот призыв, который мы слышали от Египта, от подвижников, он как раз и предполагает, что человеку, который привык смиряться со своими грехами, ну соглашаться со своими грехами, очень тяжело бывает держать это в голове, очень тяжело помнить об этом. Он отодвигает это на периферию своего сознания. Для него, как шутят, он живёт так, как будто он живёт вечно. А тема кончины для него становится запретной, табуированной какой-то, то, что часто можно встречать в нашей жизни. А почему вот так трудно, Александр Хаджи, почему трудно помнить всё время о том, что рано или поздно ты предстанешь перед судом? Почему люди забывают об этом? Почему они забывают об этом в результате блеска золота там или каких-то других соблазнов? Ну, материальных, да, каких-то вещей? Ну, забывают то, что когда-то помнили. Изначально я уже рассказывал о том, что между Господом и душами был заключён договор. Когда он вывёл души всех людей, всех-всех-всех, из тела Адама, первого человека, в виде облака мелких частиц, и обратился к ним, «Аля стуби роббикум, разве не я ваш Господь?» И все души сказали, «Баля шахидна, о да, мы свидетельствуем этому». И был заключён договор. Если вы, помещаемые в тела, не будете предавать мне сотоварищей, будете веровать в меня одного, не будете совершать великие грехи, то есть то, что я вам запретил. А список запрещённого, говоря утрированно, прилагается в священных писаниях всегда. Будет совершать благие дела. Список благих дел указывается в священных писаниях. То я наделю вас своей милостью. «Иннелу аль-му'менина рахайма» Аллах говорит, «Поясни всевышний к верующим милостивый». Милость Аллаха – это рай. Джаннат. Если люди, вот что такое слово «кяфир»? Будут кяфирами. Неверующими. Не просто неверующими. «Прячущие истину» означает. Ах, вот оно как. Ещё раз. Слово «кяфир» как глагол означает «прячущие истину». А нам-то говорят всё время, везде, в том числе через средства информации, что кяфир – это вот такие-то, такие-то считают кяфирами неверующими. А на самом деле это… «Прячущие истину». То есть… Скрывающие. Не просто нет такого, кто не знает. То есть знают все? Знают все. Но делают вид? Что не знают. Что не знают? Прячут истину. И тогда Всевышний им сказал. Вы получите мою справедливость. Я вам дал всё. Но если вы не будете выполнять свою часть договора, получаете мою справедливость. А моя справедливость – это джаханна. Это ад. И здесь есть некое условие договора. Ну, ничего я так людям объясняю, как современный мужский язык. Да, 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 конечно. Так и надо. И условие… Чтобы люди поняли. Да, вот там есть условие договора, что жизнь даётся на время. А суд и исполнение решения суда – навечно. Что такое вечность, спрашивают люди? Это представь себе, что было до тебя и будет после тебя. То есть не измеряется ни годами, ни веками, ничем временным. Это всегда будет. Если ты заслужил перед Всевышним, а ведь посланник Аллаха Амир ему сказал готовьтесь к смерти до того, как она будет вам ниспослана. То есть наберёшь хорошие дела на основании своей веры же. Так это вы же с самого рождения надо готовиться? Нет. Нет? Не согласен. Вера в сердце. Сердце питает наше тело действием, кровью действием. Если вера в сердце есть, с каждым толчком крови в каждую клеточку нашего тела и глаза тоже идёт побуждение к богослужению. Богослужение – это не только молитва. Это вот внутри семьи благое делает. То есть даже жену свою взял, проявил к ней своё расположение, кусочек сладости и в рот положил. А помочь нам по хозяйству? Конечно. Взять на себе честь работы. Элементарно. Но это значить, мусор вынести. Ничего сложного для мужчины нет. Простые вещи. Только главное не останавливаться на этом, да? Не говорить, что я на прошлой неделе выносил. Всё, хватит с меня. Хотя бы раз. Хотя бы раз. И то заработаешь очки. И то что-то заработаешь. И вот когда вот эта подготовка будет производиться, но только не надо заниматься математикой. Так, я сегодня заработал столько наград, 10, 20, 100 тысяч. Ага. Уже этот подсчёт будет стирание всего, всей этой таблицы твоих добрых дел. О, те, которые веровали. Бойтесь Аллаха. Ну, бойтесь, без наказания от Аллаха. И смотрите на то, что вы приготовили себе на судный день. Это к верующим. Но ведь и не только к верующим, ко всем людям Всевышний обращается. Я его нас, о, люди, все люди. Люди, бойтесь Аллаха, Который сотворил вас из единой души. Вот это именно бойтесь. Всевышний постоян во всех священных писаниях напоминает, напоминает, напоминает нам, чтобы мы боялись нарушить Его запреты. Чтобы мы старались выполнить Его приказы. Вот это подготовка. То есть это будет тогда вечность справедливая? Нет, нет, милостивая. Справедливая или милостивая? Или-или. Если выполняешь свою часть договора, имеешь право от Всевышнего просить себя рай. Если не выполняешь, что? А хитрости какие-нибудь подать? Я в прошлой передаче спросил, чем вы подкупите Господа и Хозяина всего? Но ведь люди привыкли, что в этой жизни-то они могут судить. Ну, это жизнь великая, испытание для всех. А так-то, если, вот представьте себе, вы хозяин какого-то имущества. Приходит к вам работник на это имущество, он что-то передвигает туда-сюда, пользуется, и он хочет вас задобрить, давая вам взятку из того имущества, которое и так является вашим. Ну да. Ну, минимум с мечтавом будет. Отец Василий, сказали, да, о том, что я начал там с крайности, либо добро, либо зло, но все-то мы в среднем как-то, вот в среднем, да, все-таки проводим, да, бывают и такие добрые моменты, и отрицательные моменты. И где же эта линия? Ну, вот на мой взгляд, вот таких испытывающих моментов их гораздо больше. Вот моментов, где проявить свою негативную сторону, их гораздо больше, нежели проявить своего добродетеля. Нет? Не так? Их ровно столько же, сколько... И еще и проще. Нет, я думаю, что моментов, когда испытывается и желаешь проявить свою плохую сторону, их ровно столько же, сколько моментов, когда тебе надо проявить свою хорошую сторону. Потому что абсолютно любой момент, абсолютно любая ситуация, она дает возможность... Правого выбора? ...проявить, да, хорошую сторону и не проявить свою плохую. Даже самые плохие, даже самые негативные моменты в нашей жизни, они всегда для человека, который, в принципе, старается соблюдать заповеди Божии и внутренне в своем мире содержит этот мир Божий, благодать Божию, которая оживотворяет наше сердце, оно дает возможность поступить по-доброму. Я вам приведу такой пример. Вот сейчас буквально вспомнилось из святоотеческой литературы. Один подвижник, который относился очень мирно ко всем и очень с большой любовью, он пришел в гости к одному тоже монаху, своему собрату, и увидел, что у него келья прекрасно подметена, все стоит на своих местах, все вычищено, все прекрасно, и он думает, какой прекрасный монах, как он заботится о том, что его окружают. Наверняка в его сердце такая же чистота и порядок, какой окружает и его в его келье. Дальше он идет в гости к другому монаху и видит беспорядок, грязный пыльный пол, неубранную келью и думает... А тут все наоборот, да? Да. И он думает, какой же прекрасный мой собрат. Он столько времени уделяет молитве, столько времени уделяет своей душе, что у него даже нет времени для того, чтобы заняться суетными делами по уборке своей кельи. Вот какие мысли-то правильные. То есть то, что он подумал, зависело не столько от внешних обстоятельств, а вот Володя неправильно подумал во втором случае. От внутреннего состояния его сердца. Насколько оно устремлено к деланию добра. Потому что на разные совершенно события мы можем отреагировать как по-дробному, так и по-плохому. И это зависит не столько от событий, сколько от нашего внутреннего состояния. И вот это внутреннее состояние стяжается, конечно же, собственной, как духовной, так и собственной своей жизненной работой. Вот я из Евангелия приведу притчу, которую Господь Иисус Христос сказал своим ученикам. Эта притча кому-то известна, кому-то нет. Она называется «Притча о десяти девах». История в ней такая. Было десять дев, которые были приготовлены к браку с женихом. Они стали ждать его. У каждого из них был светильник. Светильник питался маслом. И они ждут жениха. Жених задерживается, не приходит. И пять дев, говорится в Евангелии, были умными, а пять дев глупыми. Умные, когда взяли светильники, взяли запас масла. А пять были неразумными. В Евангелии употребляется такое слово «юродивые». Безумные, глупые. И когда жених стал подходить, воскликнули «Вставайте, встречайте жениха». Умные встали, долили масло в свой светильник, готовы были встретить, а глупые сказали, дайте нам от нашего, от вашего масла. У нас светильники гаснут, масло закончилось. Те говорят, сейчас не хватит ни нам, ни вам, идите к продающим, купите. Вот. Те убежали за маслом, жених пришел в этот момент, готовые зашли с ним на брак. Вот. А те пятеро прибежали, двери закрыты, стали стучаться. Господи, Господи, пусти нас. Он говорит, воистину, не знаю вас. И вот в чем смысл этой притки. Господь же говорит, что вот то самое масло, которое взяли пять умных дев, это добрые дела человека. Это те христианские поступки, те добрые человеческие христианские поступки, которые мы совершаем в нашей жизни. Это то никуда неисчерпаемое богатство, которое никуда от нас не уйдет, и которое будет нашим основным достоянием. Мы же все потеряем, когда перейдем к другой жизни. Но это будет то, с чем мы придем к Богу. То, за что Он нам откроет эти врата рая. Нет, вы нам уже, пожалуйста, вот поконкретнее, вот простым людям. Хорошо. Вы нам конкретно внутреннее состояние. То есть, добрые дела нас заставляют, если можно так сказать, или там, ну, вынуждает делать наше внутреннее состояние. Как достичь этого внутреннего состояния, чтобы для меня было неважно, ни деньги, ни звездочка, которую я получу, даже если совершу несправедливые действия, ни ступенька в карьере, ни очередной автомобиль. А ведь это все классно. Я ведь сейчас получу деньги, которые потрачу. А почему вы думаете, что это не должно быть важно? Мы помните, мы очень много говорили, это не должно быть неважно, это не должно быть приоритетно над нашим духовным состоянием. Вот это было бы правильно. Подождите, я ведь тут, смотрите, вас слушаю, и у вас, и с вами, и с вашими сказанными сравниваю. То есть, по сравнению с той милостью, которую мы получим в итоге. То, что мы сегодня имеем, важно или не важно? Оно важно для нас сейчас, в нашей жизни, но оно не важно в жизни будущей. – То есть, так вы говорите, ну, ты тут, конечно, так поработай на деньги, на звездочки, на карьеру и так далее. Ну, там, посмотри так, чтобы это было немножко подобрее, как бы. нет, мы говорим о том, что не поработай и не посмотри подобрее. Мы говорим, ты можешь все, что тебе в жизни дается использовать, при том, что для тебя это не будет главным. При том, что ты будешь пользоваться машиной, ты будешь владеть машиной, а не машина и желание этой машины будет владеть тобой. Ты будешь, допустим, работать на компьютере, а не компьютер будет владеть тобой, твоим временем и твоим духовным состоянием. Понимаете? Вот это основной принцип. То есть, возможно, еще и отказаться от этого момента, может быть. Надо любить людей, а пользоваться вещами и наоборот. А поясните. Ну, сейчас же тетя Василий объяснил вам. Надо любить людей, можно сказать, любить Бога, а пользоваться вещами. Смотрите, одна из хитростей. И не пользоваться людьми, а любить вещи. Одна из хитростей, которую используют люди. Я получаю деньги, ну, да, иногда не очень справедливо, я получаю звездочку, иногда не очень справедливо, ступеньку в карьере, не очень, и так далее. Но ведь у меня дети, жена, у меня родственники, а ведь я для них добрые дела буду делать. Я вот, как бы... Их нужно растить, их нужно растить. Я вот, понимаете, ну, и что, что вот увидел, что тут там несправедливо творится, я промолчал, потому что, если бы я не промолчал, то меня с работы бы выгнали, а там пострадала бы моя семья. Ну, тут один человек пострадает, но зато я хорошо... Вот Юрий Деточкин, он же крал автомобили. Вы все время... Но деньги-то от продажи автомобилей... Почему вы не можете просто остаться наверху, а почему вы так глубоко копаете? Ну, вы опять... Ну, я знаю, Хаджи, у меня сегодня был человек, я понимаю, что зря, что этот человек не к вам пришел, не к отцу Василию или, значит, к вам, понимаете, который задавал мне такие вопросы. Вот реально задавал такие вопросы. Я в конечном итоге сказал ей, что я знаю хороших людей, и когда вы будете готовы, я обязательно попрошу их с вами побеседовать. И я, конечно, вас имел в виду, отцы. Вопрос, если, опять-таки, вы любите конкретику, вопрос в критериях. В критериях. Вы не боитесь употреблять это слово? Нет. Что ж вы... Так, поясните у нас рекламу, сколько должно быть. Очень хорошо. После рекламы тоже время. Будет, Венча Аллах. Вот, что является добром, что является злом, что наполняет нашу душу, нашу сердцу, наши мысли некой божественной умиротворенностью, удовольствием тем, что мы сделаем. Вот эти критерии. Каким образом вы будете соизменять дело, которое вы сделали, оно хорошее или плохое? Как вот заизменяется? Вот смотрите, например, есть некое освещение оружия. Этим оружием убивают людей. Чьих-то детей, чьих-то отцов. Да. Убивают. Некоторые даже убивают жены и стариков. Убивают насмерть. Да. Этим же оружием защищают Родину, чтобы большое количество людей не убили. Так ведь? Так. Каким критерием вы будете измерять? Нет, у меня ответ есть. Я вам спрашиваю. Вас спрашиваю. То есть, на наш взгляд, стакан наполовину полон? Или пуст. Или наполовину пуст. Да? Из-за чей счет стакан? Да. Вот тут нужно занимать четкую позицию, да, видимо? Да. Об этом речь-то иди. И от этого все, собственно, у меня ответ есть. И он очень простой. Да. Люди ждут. Потому что посланник Аллаху Мухаммад ему сказал Я уже понял. Замечательно. Как с вами легко общаться? Давайте всем поясним. Все дела связаны с намерением. С намерением. И каждый человек получает то, к чему он намеревался. Если свое дело он направил на довольство Всевышнего, естественно, делая его по канонам, которые Всевышний предписал делать, то он получает то, к чему он намеревался, довольство Всевышнего. То, что называется богоугодными делами, да, отец Васильевич? Да. Вот критерий, вот это важно. Детский Васильевич, я предлагаю на рекламу все-таки, затем продолжим. Хорошо? Да, конечно. Давайте. Продолжается программа «Союз нерушимый». Я напомню, что у нас в гостях Василий Песцов, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Инвятского духовного училища и Нур-Ислам Хаджи и маме мечети города Кирова. И вот как раз сейчас комментарий отца Василия как раз-таки, да, по поводу последних слов, произнесенных Нур-Исламом Хаджи. Намерение все зависит от того, к чему стремился человек. Да, конечно, любое дело, оно описывается не только его внешним составляющим, но и мотивом, который руководствовался человеком. Мы зачастую не можем оценить, бывает, действия человека, мы оценим его только с точки зрения внешней, да, там, как судья, он оценивает, да, то есть и факт совершения того или иного дела. Но Бог судит человека беспристрастно, да, он знает, почему, потому что он знает все аспекты того или иного события, действия и самое главное намерение того человека, когда он то или иное дело сделал. Другое дело, что нам теперь, вот вы сейчас правильно сказали, а как, как человеку руководствоваться, как человеку выбрать те или иные дела. Вот здесь вот есть несколько очень важных моментов. Во-первых, недаром для очень важных сторон нашей жизни даны Божьи заповеди. Божьи заповеди это некие критерии, важнейшие критерии, которые нам нельзя приступать. Не укради, не убей, не прелюбодействуют. То есть, даны, рассказаны те действия человека, которые независимо от его намерений, да, безусловно, влекут его к нравственной смерти и смерти его души. Правильно? Да. Вот. Другое дело, что касается дел, которые не, скажем так, не описаны этими заповедями, да, и могут служить как к человеку к совершенствованию духовному, так и к его деградации. То есть, когда человек, опять же, у него есть право выбора, да? Достаточно нейтральное какое-нибудь дело выберем, я не знаю, читаешь книгу, да? Книги можно читать разные, с разными намерениями. Само чтение вроде как никому не вредит. Да. Ну, это тоже так, точно так же, как и с оружием, примерно. Книги бывают разные. абсолютно верно. Вот. И вот здесь, здесь самое главное в нашем, в нашей, скажем так, жизни, это подсказ, это голос нашей совести. Голос нашей совести, глаз Божий в нас. Когда мы понимаем, что то или иное действие, будучи использованы по-разному, придет нам либо пользу духовную, либо вред. Но вот здесь еще есть одна интересная особенность. Дело в том, что наша совесть, она тоже живая, очень живая. Она имеет способность как быть очень, ну, скажем, ярко нас обличать, так и привыкать к греховным побуждениям, к греху, вот, и становиться очерслевшей, сожженной, как говорил апостол Павел. И вот, чтобы совесть не была сожженной, вот как раз и для этого и существует молитва, существует молитва как дома, так и в храме, существует благодатная помощь, преподаваемая церковью нам в таинствах. Таинство исповеди, приведу пример, да, таинство, например, причащения. Немножко, буквально, раз мы так коснулись, как исповедь, например, помогает в этом отношении. Вот, у нас среди людей есть такое достаточно распространенное заблуждение, что исповедь это некий акт, когда человек приходит, ему все рассказал все как есть, ему все прощено, и вот и дальше. Довольный пошел, да. Довольный, да, можно заново начинать, да, потом еще раз приду, отчитаюсь. Это не так, да. Исповедь в первом своем акте, когда ты произносишь перед лицом Божиим в присутствии священника свои грехи, это прежде всего момент осознания своих грехов. То есть, мы пробуждаем собственную совесть, говорим ей, да что, вот это то, что ты сделал подлинно неправильно, вот это то, что сделал, разрушало твою жизнь. Твою душу, наверное, прежде всего, да? Ну, почему и душу, и жизнь, и все, 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 что в тебе есть. Иди и исправляйся. И вот Господь, и ты в исповеди не получаешь автоматического прощения этого греха, ты получаешь его как бы условное, это прощение. То есть, Господь потом, после исповеди, смотрит, как ты побеждаешь этот грех, как ты побеждаешь эту греховную привычку, которая есть в твоей жизни. И поэтому логично предположить, что исповедь, участие в наших таинствах, молитва, это не какой-то единовременный акт, как бы нас, очищающий полностью, а это есть постоянно сопровождающаяся, постоянно растущая наше духовное состояние. Тоже зависит от мотива, да? Кто зачем идет на исповедь? Ну да, конечно. Вот, И именно поэтому вот наше участие в исповеди, в таинствах церковных, оно имеет непосредственное соприкосновение с жизнью нашей души и с нашей вечной жизнью. И имеет непосредственное влияние на то состояние сердца, то состояние души, которое побуждает нас либо к добрым, либо к злым поступкам, о чем вы спрашивали. Тогда вот по поводу исповеди, у меня всегда было интересно, вот, человек пришел на исповедь, и вы понимаете, что вот он пришел, рассказал, отчитался, как вы говорите, да, и надо понять, как вы это понимаете и как вы побуждаете человека идти в истинном направлении, то есть, чтобы он понимал вот это осознание, все-таки вот это первичное извинное, осознание своей, греховности своих поступков пришло ему все-таки в голову, а что не просто он пришел формально там раз-два и... И снова. И в пучину с головой. Это вопрос уже, конечно, из области такой пасторской практики, он очень многогранный. Ну, во-первых, конечно, священник не может открывать тайну исповеди, поэтому я не могу говорить о конкретных примерах. Другое дело, что если говорить об общем принципе, священник не может заглянуть во время исповеди в душу человека и не может до конца определить, это искреннее покаяние, подлинное раскаяние или это просто здрасте, я пришел, отчитался, через годик снова буду. Но именно поэтому, собственно говоря, все равно в данном случае священник выступает как просто свидетель искренности покаяния, как свидетель его покаяния перед Богом. Господь-то видит все. Это подлинное покаяние или не подлинное? Другое дело, что, конечно, если человек старается хотя бы регулярно приходить на исповедь, ну, хотя бы раз в месяц он придет к священнику на исповедь, то уже, видя ту или иную динамику исповеди, то, как человек рассказывает, священник уже может определить, человек делает попытки к исправлению себя в своих грехов, или все у него так и остается. Понятно, что если, допустим, человек, вот я приду на исповедь, да, и каждый раз, там, раз из разу буду исповедовать одни и те же грехи. Скажу, вот это, это, это. Священник спросит, дорогой, ну, месяц назад ты пришел то же самое называл. Он ему спросит, что-то ты сделал, какое-то это все-таки, вот ты исповедовался в злости, допустим, на свою жену, ты сделал что-то, чтобы преодолеть это, сделал ей что-то доброе, извинился ли за свою ругань когда-то. Вымесли мусор. То есть, вот конкретный жизненный пример. И человек, и вот этот вот момент, когда человек действительно осознал, да, я не прав, я готов исправляться, это первый момент. А дальше следующие моменты, они уже следуют за ним, за исправлением. Марислав Хаджи, такое понятие, как совесть, или как-то внутренний голос, оно этому тоже в исламе придается? Есть особое понятие? Смотря кто говорит у вас внутри. Ну вот. Хороший вопрос. Ангел или шейтан? Вот. Я-то хочу все-таки, совесть-то для меня, это все-таки белый свет. От кого зависит, кто говорит? Да. Ну, смотрите. От кого зависит, кто говорит внутри? Погодите. Ну, давайте начну разговаривать. Вот, смотрите. Каким образом человек достигает святости? Святость – это некое состояние, которое достигается путем деяний на основании знаний. Действия на основе знаний. Да. То есть человек изучает религию, изучает религию для того, чтобы знать, какие дела угодны Богу, какие дела неугодны Богу, что является грехом, который Всевышний простит, что не простит. Вот эта градация и есть. Например, Всевышний говорит Пояснял Всевышний, Аллах никогда не простит грех предавания Ему сотоварищей, многобожия. Но может прости то, что меньше этого кому захочет. Всевышний призывает нас к богослужениям, призывает нас помогать друг другу. Вот сегодня как раз была проповедь, где я рассказывал людям о том, что дать в долг благое дело, простить благое дело, а дать в долг ещё более благое дело. Много есть вещей. Изучая критерии вот этих благости твоего дела, получая знания, совершаешь эти дела, благие, избегаешь запрета, ведь запрет на дело, каждый грех по выражению благословенного пророка Мухаммада, мир ему, делает маленькую точечку ржавчины на сердце, оставляет. Множество грехов делает сердце ржавым. Оно не может отправлять заряженные светом веры части крови в ваши органы. и человек весь ржавеет. А когда человек на основании знаний совершает благие дела, он получает состояние своего сердца, как познавший Аллаха. И тогда у него сердце начинает светиться сам, его сердце светится от той благости, которую дал ему Всевышний Господь, как своё согласие с его благими делами. А я видел, что тот, которому я простил, долг начинает светиться. Хотя он не хотел отдавать. Значит, мы ему что-то простили, не кроме долга ещё. И когда человек совершает такие вещи, то у него же в голове появляется некий фильтр. Это хорошо, это плохо. И он начинает понимать, кто из сидящих в нём советует, он начинает отличать шайтана от ангела. То есть это тоже требует тренировок? Обязательно. Это как раз третья составная часть основ веры нашей. Иман вера, ислам отправления основных религиозных обязанностей и их сан. Чистосердечие, некое психоэмоциональное отношение к первым двум, вере и религиозным обязанностям. Вот когда всё вместе соединяется, полноценный верующий будет. И он будет уже отличать сам внутри себя. И голос иблиса, проклятого, шайтана, сатаны, не сможет быть громким в нём. Он её будет отличать, и он всегда сможет сказать, я прибегаю в защите Аллаха от сатаны и проклятого и побиваемого ко мне. И это скажется на его амалях, да? На амалях и в результате на его состоянии. На его делах и на его состоянии. Конечно. То есть на его состоянии, а потом на его делах. Тут уже нет, сначала дела, потом состоянии. Да. Вы знаете, время в нашей беседе вот так очень быстро истекло, время просто пролетело, нужно заканчивать передачу сегодняшнюю, но договоримся, что будем продолжать обязательно. Только сегодняшнюю. Сегодняшнюю, да, только сегодняшнюю. Только сегодняшнюю, конечно. Безусловно, Нарислам Хаджи, имам мечети города Кирова, Василий Песцов, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплин Вятского духовного училища. Кстати, вы ведь можете, наши слушатели, предлагать нам темы для беседы? Вполне. Наш редакционный телефон 211-101, мы открыты, пожалуйста, можете звонить, и ваши предложения мы передадим нашим гостям и обсудим обязательно. Чем интереснее вопрос, тем больше благодарности. Вот. Так что мы тоже благоугодным делом-то занимаемся. Это хорошо сказать. Да, да. Ну что, благодарим гостей. Спасибо, до свидания. Спасибо. Саламу алейкум. Спасибо. Алейкум ассалям и врахматуллах. Союз нерушимый